Сейчас Имададж просит имадутов быть осторожными, просит не злиться на вишнадутов, потому что вишнадуты не дали имадутам привести душу Джамилы в обитель Имададжа. Обычно человек, когда он потерпел неудачу в своей миссии, он гневается на тех, кто послужил причиной этой неудачи. И здесь произошло то же самое. Имадуты разгневались. Но если кто-то гневается или завидует вишнадам, несомненно, он совершает так оскорбление. Те, кто преданным Бхагавану, всегда находятся под защитой Бхагавана и дорогих преданных Бхагавана. Кришна говорит в Бхагавадгите, пожалуйста, скажи всем, что мой преданный никогда не погибнет, никогда не потерпит поражение. Это он попросил Арджуну Кришну. Почему он сам не сказал это все? Потому что сам Бхагаван иногда нарушает свои обещания, как это произошло в случае с Пхишмадевом. Но если Бхакта заявляет что-то, Бхагаван исполнит это. Пхишмадев пообещал, что Кришна коснется оружия. Хотя сам Кришна пообещал, что не будет брать оружие во время битвы. И это произошло. Кришна нарушил свое обещание. И он выполнил обещание Бхишмадева. Поэтому он говорит, каунте я, прадеджаняхи. Пожалуйста, скажи, скажи ты. У нас сейчас только сомнений. Мы думаем, я думаю, защитит он меня или нет. Нет, надо развить веру, шатху. Есть два вида шатхи. Есть логика, шатха и есть шастая, шатха. Вера в слова людей называется логика, шастая. А вера в шастая – это шатхи, шастая, шатха. Нам надо развить сильную веру в шастую. Если человек продвигается по пути Бхакти, он должен сверяться с сатху, шаста и гуру. Гурадев сатху говорит, что надо поверить в это. И тогда мы сможем увидеть результат. Что говорил Арджуна на поле битвы? Он говорил, если я убью гуру, убью деда, убью священника, я отправлюсь в ад. И это логика, шатха. Это слабость сердца. Это неправильно, потому что они основаны на сатху, гуру и шасты. Шасты говорят, если кто-то совершает Кришна-бхакти, тогда сарва, карма, крита, хуй. Не надо совершать никаких других церемоний. Не надо совершать церемонию шатхи. Если мы можем предлагать Кришне, не надо предлагать Пиндуа-отцу. То есть не надо совершать эти церемонии, которые в Индии обычно они делают. Автоматически родственники, отец, они получат все. И нам надо поверить, что приняв слова Кришны, совершая служение Кришне, мы никогда не окажемся в Нараке, на адских планетах. Нам надо развить сильную веру в это. Где же эта шатха? Мы идем и поклоняемся Лакшме, чтобы получить деньги. Нет веры в Кришну. Мы служим Кришне, а потом отправляемся к Лакшме. Таким образом наша вера уменьшается. Но не только это. На самом деле это в Индии так, но в нашей жизни как это бывает. Да, мы думаем, вот мы утром повторили джапу, но потом мы говорим, надо сделать то, надо совершить это. Но в том плане, что я завишу от этих людей, я должен удовлетворить этих, тех людей и так далее. Нет веры в Кришну, ослабляем эту веру. Занимаемся какими-то упражнениями. Мы что-то делаем, на самом деле, которое имеет отношение к Кришне. Что делал Матхаве Драпури? Он ничего не делал для собственного счастья, даже для собственного здоровья, даже для того, чтобы просто выжить. Но он все получал. Он вообще не просил о пище. Но у него была сильная вера. Сильная вера в Кришну. Но сейчас у меня столько страхов. Я боюсь войны, я боюсь эпидемии, вот этот коронавирус. Много всего. Я всего боюсь экономических проблем. Допустим, однажды ученые предсказали, что большая комета упадет в районе Аисы. И все люди ушли из офисов. То есть все было пустое. Гордов рассказывает, наш офис тоже был пустой. Один мой коллега поехал к матери. Я спросил, зачем ты туда едешь? Ну, он сказал, мать хочет, что если суждено умереть, то лучше нам умереть вместе. Зачем? Это глупость. Ну, если один умрет, хотя бы тогда другой выживет. Зачем умирать? Столько страхов у нас, столько беспокойств. Допустим, кому-то поставят диагноз «рак». Вот мне сейчас скажут, что у тебя рак желудка. Столько переживаний будет. А позже окажется, что этот не рак. Столько я страдал из-за того, что мне сделали этот ложный диагноз. Надо просто оставить все. Надо идти к лотосным стопам Кришны и служить Ему. Однажды все равно я оставлю это тело. Зачем мне бояться всего этого? Лотосные стопы Бхагавана – это место без страха и скорби. Откуда вообще приходит страх? Это Двития Абхиневиша. Это из-за посторонних желаний, которые отлично от Кришны. Гурдов рассказывает. Один Махарадж из Шейсампадая. Он взял собственную смадха, продал его и стал покупать дешевую землю. И так он стал Заминдаром, большим человеком. У него было очень много земли, он стал очень богатым. Он покупал, продавал землю. И он завел пять очень опасных, очень агрессивных собак. И днем эти собаки спали, но ночью они могли убить любого, кто попытался бы зайти. И не только это. У него хранилось всегда там под кроватью меч, ружье. Зачем ему все надо было? Раньше он был таким хорошим Махараджем. Или один Саньяси, он женился, и он зачал детей. Почему он так сделал? Потому что нет толку в деньгах, если нет жены. Ну а что теперь? Теперь пхая, теперь страх. Почему? Потому что он накопил столько собственности, развил эту свою Самсару. Есть история, как один человек хотел стать хорошим, дисциплинированным. Но все члены его семьи были недисциплинированными. И, видя все это, он стал как сумасшедший. Ну что он делал? Он ругал, критиковал всех. Вот и родственники даже начали подумывать. Он сошел с ума. Но он не был сумасшедшим. Он пытался просто обучать их. В итоге эти родственники позвали доктора, чтобы дал доктор ему успокоительное, снотворное. Доктор пришел, и человек спросил, видели ли вы что-то необычное по дороге, когда шли сюда? И доктор начал припоминать. Он говорил, что там авария была, или обворовали кого-то, драка. Тот человек сказал, нет, нет. Доктор тогда спрашивал, ну а что, что, расскажи тогда ты мне. И этот человек сказал, я шел по дороге. Ну, я видел, как человек спал прямо на обочине. Очень спокойно, мирно спал. Столько шума вокруг. А он положил кирпич под голову и мирно спал. И этот человек говорил, о, доктор, когда же я смогу так спокойно спать? У нас беспокойство, у нас страх, из-за того, что множество посторонних желаний. Если я буду зависеть от Бхагавана Кришны, тогда не будет никаких страхов. Даже циклон, представьте, вот сейчас циклон надвигается с океана. Я не буду обеспокоен. Или война, началась война. Я не буду беспокоиться. На каждом шагу в материальном мире опасность. Но Кришна Бхакта ни о чем не беспокоится. Нет у него никакого страха. Несомненно, Кришна защитит меня. Такую веру имеет Кришна Бхакта. Кришна Бхакта думает, несомненно, чистые предные защитят меня. Несомненно, мой Гурдев защитит меня. Нет никакой опасности. Вот это вера. Это Шадха. Шасты говорят, Гуру говорит, Садху говорят, Бхагаван говорит. И я верю во все это. Если же нет веры в Шасты, в Садху, в Гуру, мы не можем заявлять, что мы являемся ваишнавами. Ваишнав всегда защищен Бхагаваном Кришны, Вишну. Если у нас нет никакой веры, значит, мы обычные дживы. Если есть немного веры, тогда я, конечно, отрекаю. Если у меня больше веры, я Матхиама отрекаю. Но если полная вера, то Уттама отрекаю. Если мы будем общаться с Матхиама отрекаю или Уттама отрекаю, то мы тоже станем бесстрашными, наша шатха будет увеличиваться, развиваться. Потому что Уттама отрекаю, он дура Шастра Юкта. Он очень силен в заключениях Шастра. Он имеет большую веру в это. Матхиама отрекаю, он имеет полную веру в Шастра, но он не является настолько опытным в Шастрах, в логических объяснениях. Если мы будем общаться с ним, то тоже разобрем веру. Вообще, Бхакти состоит из пяти анг, пять частей есть в Бхакти. Это Сатху Санга, Бхагавата Шравана, Матхура Васа. Матхура Васа, что это? Жить в святом месте. Кришна родился в Матхури. На самом деле, там, где находится Сатху, там и Кришна, там и святое место. То есть, это не просто место, где совершалась какая-то лила. И что дальше? Намакихта и Шримурти Шадая Севан. Что это такое Шримурти Шадая Севан? Это когда мы, находясь в Сатху, совершать Кихта, совершать Севу с полной верой. Шадая Севан. И как служить Кришне с полной верой? Нам надо регулярно слушать. Слушать Атсатху, Кришна Катху, Хари Катху. И постепенно так наша вера станет сильной. Сейчас наша вера, она мягкая. Очень мягкая. Мягкая вера, это значит, что сегодня я это делаю, завтра нет. Сегодня я здесь, завтра я ищу какое-то получше место. Я не служу. Потому что не слушаю. И есть страх. Кого я боюсь? Человека, воспевающего Святое Имя, ничто не будет тревожить, беспокоить. Мы идем к Боговану Кришне. Мы служим Ему с полной верой и воспеваем Святое Имя. Богован говорит, оставь все и иди ко мне. Я защищу тебя. Я уничтожу все греховные реакции. Сат-гати-прада. Прадатта. Сат-гати-прадатта. Кто покажет нам этот истинный путь? Кришна. Кришна говорит, оставь все. Иди ко мне. И нам надо идти этим путем. Надо развивать веру в Кришну и Кришнабхату. Это место нехорошее место. Духхалая шашвата. Оно исполнено страданием. Потому что оно временное. Любой, кто пришел в материальный мир, это нарушитель. Он нарушил правила Бхагавана. Это место место наказания. Это Майя-Карагар. Каждое мгловение мы здесь ищем счастье. Но этот мир не место счастья. Не место для счастья. По своей природе Кришна вечна. И Джива, я. Я тоже вечна. И природа, моя природа, природа Дживы развивает любовь к Кришне, которая тоже вечна. Но с незапамятных времен я захвачен Майи. Так я оказался в этом материальном мире и не развиваю. Любовь к Кришне. Я развил любовь к родственникам, к родной земле. Я сьятму, будхи, куна пэтритратуки. Я развил любовь к телу, которое является просто мешком, с кровью, с поражениями. И поэтому я здесь получаю наказание в этой Майя-Карагар, в этой тюрьме Майя. Это тюрьма для наказания. Почему? Потому что Бахирмокра Доша, потому что я отвернулся от Кришны. Это единственное мое преступление. Я повернулся к Майи, так и отвернулся от Кришны. И поэтому я страдаю здесь. Моя природа развивает любовь к Кришне. Но сейчас нет любовных отношений с Кришной. Поэтому Духа, страдания. Я сейчас развиваю здесь любовь к тому, что приносит мне страдания, множество страданий. Я имею вечное отношение с Бхагаваном. И это самбанха, эти отношения основаны на любви. Почему, допустим, в этом храме предные служат Гапалу? Или тут служат Джаганадхи? Потому что есть любовь. У кого нет любви, они идут к Майе. Они бегут от Кришны. Почему они бегут от Кришны? Они не знают, кому давать любовь. Кришна, Он прийти равасту. Он единственный объект любви. Они думают, объект моей любви это жена, дети, земля. Но они не думают о Кришне. Они думают, что Кришна единственный объект любви. Когда разовьются любовные отношения с Кришной, тогда мы никуда не уйдем. когда будут эти любовные отношения с Кришной, будут ли страдания? Нет. Страдания есть только в материальном мире. Но в мире Кришны их нет. нет страданий. Но там, где нет любви к Кришне, там духа страдания, там пхая, страх. Тут мы все боимся потерять. Но в мире Кришны нет потери. Вовсе. Даже если пралая, полное уничтожение придет, нет беспокойств. Если же мы будем долго оставаться в материальном мире, все равно придут страдания, разочарования. Потому что тут все временно. зачем мы вообще тут находимся в этом материальном мире? Просто чтобы получать страдания. Мы остановились где-то на ночь. В солнце взошло, и мы уходим. Это как отель, как гостиница. Не надо жить постоянно в отеле. Это здесь не наше место. У меня может иногда возникать такое желание. Ну, допустим, кто-то может путешествовать, особенно в жару, и он останавливается в гостинице, там кондиционер, там очень приятно. И я думаю, может мне тут задержаться на несколько дней. Но надо вспоминать об этих наставлениях. Гурдев говорит, что он вспоминал так и думал, зачем мне тут оставаться? И это мое прибежище только на одну ночь. Зачем мне тут жить долго? Даже если все тут хорошо устроено для моей жизни. Кухня, стиральная машина, бассейн. Этот материальный мир это подобно отелю, мотелю. Мы здесь пришли на несколько дней, несколько месяцев, несколько лет. Но мы развиваем тут такие отношения. Мы говорим, это мой отец, моя мать, мои дети, моя жена, это мои друзья. Как я могу уйти отсюда? Мы возмущаемся. Кто заставляет меня уйти отсюда? Как это возможно? Я не уйду отсюда. Почему я так говорю? Я не развил никаких отношений с Кришной. Позвольте нам плакать, молить Кришну. О, сын Нандагаджи, я как-то попал в этот материальный мир. Я тону в этом материалистическом океане. Пожалуйста, примени меня пылинкой у твоих лотосных стоп. Позволь мне служить тебе, потому что я твой вечный слуга. Ты мой вечный господин. Вот когда разовьются такие отношения, все наполнится умиротворением, счастьем. Не будет вообще страха. Когда человек становится вечным слугой Богована Кришны, не будет никаких страхов. Но я не делаю так. Я смотрю на Майю, я не смотрю на Кришну. Сейчас я в таком промежуточном положении. Ну вообще Дживана в промежуточном положении. Я имею независимость. Я могу идти к Майю и могу идти к Кришне. Когда я смотрю на Кришну, Майя становится слабой. Когда я смотрю на Майю, Майя захватывает меня. И тогда я получаю это грубое и тонкое тело. Я отправляюсь на разные планеты, разные вселенные, разных формах жизни. Вот это наша Бхама, запутанность. Иногда мы становимся полумбогами, а иногда демонами. Это тюрьма на самом деле, тюрьма Майи. И в тюрьме дают тюремную одежду. В разных тюрьмах разные одежды. Так и тела. Иногда тела кошки, иногда тела человека. Это Майя снабжает нас разными телами в соответствии с нашими желаниями, с нашим плачем. Но если я поверну свое лицо к Бхагавану Кришне, столько много блаженства будет умиротворения. Я не Брахман, я не Ваш, я не Шудра, не Саньяси. Я только слуга, слуги, слуги, той личности, которая поддерживает всех гопи. Мое прибежище это только лотосные стопы Бхагавана Кришны. Нет другого прибежища у меня. Он подобен океану нектара и он поддерживает всех. Он источник всего блаженства. Его существование лучезарно. Но все материальные одождествления предназначены только для этого материального тела. Это Сарвападхи Венир Мокта. Позвольте мне оставить все эти материальные отождествления. Позвольте мне служить Бхагавану Кришне, Господину чувств. Всеми своими чувствами удовлетворять его чувства. Тогда только придет благое. Когда я буду сокрушаться, тогда я смогу оставить Майю. Иначе не оставить. И когда я буду сокрушаться, когда я буду общаться с Садху, тогда я буду плакать, я буду говорить, о Кришна, я оставил твои и так я привлек все трудности к себе, для себя. Когда же я буду сокрушаться, когда я буду общаться с Садху, тогда я буду плакать и говорить, о Кришна, я оставил твои лотосные стопы, и так я привлек все трудности для себя. Такое сознание придет, когда я отправлюсь к Садху, к Садху-санге. Я буду думать, столько времени и ничего не делал для Кришны. Я буду сокрушаться, общаясь с Садху. Нелегко оставить материальное общение, материальные привязанности, если не получить милость Кришны. Когда мы молимся и плачем, Он прольет милость, и мы сможем оставить материальные привязанности. Майя 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 не сможет стоять перед нами. Она станет за нашей спиной. Когда мы обретем лотосные стопы Бхагавана, совершая постоянный бхаджан, не будет страха, придет все блаженство. Это из лекции Шиши Пат Чайтани Чандар Прабу 02.07.2008